Музыка и акция. Когда мы должны взяться за свое оружие, платье красивое, макияжи. Народ клеймит их разлучницами, которые угоняют чужих мужей. Я могу очень объяснять, чтобы вы смотрели мои бесстыжие глаза сегодня. А роковые красотки без зазрения совести твердят, не уводила, он сам ушел. Бесполезно пытаться объяснять людям, как все было, они сами придумывают, как для них было бы интереснее. В чем вы, женщина, меня обвиняете? В том, что половина из вас вообще не нравится мужчинам, а я нравлюсь, в этом моя вина. Как новая избранница Павла Мамаева Надежда Санько довела футболиста до ЗАГСа? Правда ли, что Надежда была лучшей подругой бывшей жены футболиста Аланы Мамаевой, прознала о проблемах в паре и увела спортсмена из семьи? У нас кризис каждый день. Постоянно у нас Санта-Барбара домотворится. Учителя хорошие были. Неужели Юлия Барановская, у которой в свое время разлучница от беломужа, футболиста Андрея Аршавина, сама вступила на скользкую дорожку и стала причиной развода Григория Лепса? Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем. Ну, давай. С Барановской. Кто? Барановская? За тебя секундочку. Я вообще считаю, что запрещать себе ничего не нужно, особенно вот в этом году, который наступил. Год любви. Дело техники. Как угонщицы в легкую уводят даже самых верных семьянинов. Он же не баран, же вы водите его из семьи. Самка не захочет, кобель не вскочит. Все можно, все возможно. Нужно ли? Нужно. Мужчину нужно уводить из семьи. Уводите всех мужиков из семьи. Почему так сложно построить крепкий брак на руинах разрушенных семей? И как работает закон бумеранга? То, что сейчас происходит, это заказ. Да, меня заказали. Ко мне пришла Костенко беременная, которая сказала, Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Реально ли победить разлучницу и сохранить брак? Чего ищут звездные женатики в новых отношениях? И что делать бывшим женам, если развода не избежать? Смотрите в документальном фильме «Угонщицы. Как распадаются звездные браки». 28 января 2022-го. Скандально известный футболист Павел Мамаев ведет под венец новую пассию – блогершу Надежду Санько. Умиление и радость пары не разделяет, пожалуй, только бывшая жена Павла – Алана. Похоже, она в курсе происходящего. Пока бывший муж и бывшая подруга женятся, Алана иронизирует в сторис. Что Павлу на свадьбу подарила? Надежда. В этой шутке есть доля горькой правды. Новая жена Мамаева – бывшая приятельница Аланы. Надежда часто бывала у нее в гостях, и Алана доверчиво делилась с подружкой семейными проблемами. «Причины ссоры восьмом какие-то? Ну, потому что Паша гулял, там куда-то кому-то писал, или ему кто-то писал, а он не так ответил. А скандал такой, что ты прям кидалась на него? Ну, в плане, нет, я просто пошла и разбила ему машину молотком». Надя, как чуткий собеседник, расспрашивала, интересовалась. Неужто подобрать о душевной? Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром или мужем. Чем больше она узнает о проблемах в семье у мужчины, тем больше шансов у нее, соответственно, его увезти. Потому что она будет отталкиваться от того, как ей делать не стоит, и она уже знает, что мужчине не нравится. Сейчас Надя уверяет, она не считала Алану своей подругой и не собиралась втираться в доверие. Но, как бы там ни было, нужную информацию Санько, видимо, приняла к сведению и выбрала верную стратегию, став для Павла абсолютной противоположностью его бывшей жены. В моей жизни никогда такого не было. То тепло, ту заботу, ту любовь, которую я получил от этой женщины, я сидел иногда дома и думал, неужели так оно бывает. У меня не было женщины, которая ухаживает за мной, которая готовит мне. Теперь все гонорары Мамаева, видимо, уходят на Санько, которая еще недавно с такой завистью смотрела на жену богатого футболиста. Ну, я не считаю этого богатства, я просто, ты понимаешь, что в мире нету, я так жила. Алана, ты жила когда-то плохо? Да. Ты понимаешь, что это богатство, когда живешь плохо, ты не знаешь, что там нет 10 тысяч рублей, вот там что-то. Я знаю. А сумка, например, стоит 200-250, это богатство. Ситуация перевернулась на 180 градусов. Алана Мамаева подсчитывает, за одно только кольцо для Надежды. Мамаев вроде бы выложил 12 миллионов рублей. А в качестве алиментов спортсмен переводит бывшей жене куда более скромные суммы. Последний раз Павел прислал 30 тысяч рублей на дочь 20 ноября. Однако вместе с богатством нового мужа Надежда Санько приобрела еще и репутацию разлучницы. От этого клейма светские дамы и некоторые артистки не могут избавиться годами. Какие приемчики используют роковые красотки, чтобы увезти мужа из семьи? И правда ли, что эти хищницы с помощью определенных техник могут очаровать даже самого верного и любящего мужчину? Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе играют в «Любовь на сцене». Казалось бы, ничего особенного. Такова концепция песни. А между тем, на тот момент солистка группы «Виагры» уже два года воспитывает сына от Валерия. Когда родился у меня первый сын, и так сложились обстоятельства, так сложилась моя жизнь. Не стоит делать из этого трагедии какой-то. Ситуация непростая. Меладзе женат. Причем супруга певца Ирина поздравляет Джанабаеву с рождением первенца. И вроде бы даже не догадывается, что малыш – это ее мужа. Несколько лет спустя Валерий Меладзе, отец троих дочек, в интервью проговаривается. У него есть четвертый ребенок. Мальчик. И когда мне говорят, четвертый будет сын, я, конечно, на это смотрю уже как на издевательство, потому что трое детей – это уже немало, и это огромная ответственность. Это совсем нелегко. Отношения Альбины и Валерия закрутились как типичный служебный роман. Джанабаева начинала свой творческий путь как бэк-вокалистка Меладзе. Не смотри в небеса, посмотри мне в глаза. Затем девушка, по слухам, фактически без проб, прошла в группу «Виагра», которой руководил брат Валерия Константин Меладзе. Ты этот шанс просто хватаешь, да, и вот держишь. Валерий Меладзе скрывал от жены свой роман с Альбиной почти 10 лет. Наконец, в 2014 году собрался духом, развелся и в том же году женился на экс-Виагре. Бывшая супруга Ирина, с которой Валерий прожил 20 лет, по слухам, простила его не сразу. Я всегда за семью, потому что полноценный дитя себя может чувствовать только когда есть и мама, и папа рядом. На данный момент я не замужем. Собственно говоря, тоже ничего страшного нет. Потому что, как говорят, Бог не судит человека по социальному статусу, но судит по качествам его души. Зато Валерий, по крайней мере, может больше не играть в прятки. В 21-м году он в шестой раз стал отцом. Альбина Джанабаева родила дочку Агату. Мне скрывать нечего, друзья. Я очень любящий отец. Я обожаю своих детей. Я с огромным удовольствием занимаюсь. Малышка, и я помогаю. Однако даже спустя 8 лет на странице Альбины в интернете мелькают напоминалочки от хейтеров. Бесстыжая. Увела чужого мужа. Бог накажет за это твоих детей. История Меладзе и Джанабаевой не единственная. Солистки «Виагры» буквально околдовывают мужчин. Словно они проходят курсы молодых угонщиц, как только попадают в трио. Не хочу теряться в сам-сам сомнениях. Выбирать один из-за варианта. Когда Вера Брежнева прошла отбор в «Виагру», продюсер группы Константин Меладзе вроде бы интересовался новенькой с профессиональной точки зрения. Ну тогда я относился к ней просто как к артистке еще пока. И чувства, которые потом, собственно говоря, возникли, это было уже позже. К тому моменту Меладзе уже давно был женат на красавице Яни Сум и воспитывал троих детей. Но семья жила на Украине. Константин практически не видел супругу и месяцами пропадал на гастролях. Зато регулярно видел Веру Брежневу. Есть такое понятие «профдеформация». И нечего удивляться, что Вера и Константин Шатаевич, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе – это абсолютно нормально. Концерты, новая волна, куча фестивалей. Они постоянно вместе и поэтому, соответственно, возникают симпатии. Поговаривают, Яна подозревала, что муж ей изменяет. И по слухам даже звонила предполагаемой разлучнице Брежневой. Но певица связь с Меладзе отрицала. В итоге тайное стало явным лишь через годы. Жена продюсера подала на развод после 19 лет брака. Экс-супруга Константина Меладзе, по слухам, долго не могла простить мужу те 10 лет, которые она фактически потеряла из-за того, что ему не хватило духу сразу во всем признаться. Тем не менее, сейчас Яна Сум счастлива в новых отношениях. Ну а продюсер сделал Вере Брежневой предложение руки и сердца, а вдобавок еще и всерьез взялся за ее сольное творчество. С появлением этого человека в моей жизни, ну, изменилась моя жизнь. То есть я наконец-то поднял башку от клавиатуры. То есть я даже не сам ее поднял, а она просто взяла меня как-то за волосы и сказала, вот же ж ездишь еще, вот куча всякого. Казалось бы, любовный треугольник распался и все стороны оказались в выигрыше. Но спустя несколько лет в прессе появляются слухи, мол, в семействе продюсера и его муза Разлад Меладзе увлекся новой Виагрой. Якобы сердце Константина завоевала молоденькая певица Эрика Герцог. Константин Меладзе завел любовницу, снова блондинку. Вера в тот момент удаляет все снимки с мужем из Инстаграма, но слухи о разводе опровергает и отшучивается. Когда мне начинают там говорить, а у него в Виагре новые девочки, все хорошо, мы друг другу доверяем. Секрет отношений – постоянно быть гибкой, постоянно учиться и держать руку на пульсе. Такая Вера Брежнева в роли злой мачехи, которая наблюдает за этими золушками новыми, которые приходят в группу и хотят также подлезть под кого-нибудь из Меладзе. А та храняет свою территорию, значит, и неугодных или опасных конкуренток всячески изживает. Вполне может быть. Она и манипулирует в том плане, что она тоже где-то может вызвать у Константина ревность с кем-то, пофляждовать, чтобы говорить, эй, не только ты там кому-то нужен, но я вот тоже здесь, на меня обращают внимание мышцы. Брежнева вскоре и впрямь сама дала почву для слухов, мол, у нее тоже роман на стороне с певцом-манатиком. У парочки вышел очень горячий совместный трек. Эй, Вера, покажи им, как надо двигаться. Вера, эй, давай устроим им вечериночку. Вера, эй, давай устроим им вечериночку. Нужно мечтать, хотеть и верить. И это обязательно сгодится. Прости, не ходи. А я... Примерно в это же время потенциальная разлучница Эрика Герцог объявила, а она покидает Виагру. Надо будет уходить уже потихоньку. То ли девушка и впрямь решила, что достигла потолка в группе, и пора начинать сольную карьеру, то ли Вере Брежневой надоело читать статьи о том, что у нее появилась соперница. Я Веру не знаю, вот, близко. Она мудрая, взрослая женщина. У нее семья, у нее проекты. Какая конкурентка я. Могла ли Брежнева нанести, что называется, превентивный удар еще до того, как Эрика стала представлять для нее угрозу? Сейчас уже и не разберешь. Я не святая, и грехи свои точно знаю. Другая экс-Виагра Анна Седокова тоже заработала репутацию разлучницы. Полтора года назад звезда вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тиму. Когда их роман только начинался, спортсмен был женат. Но Аня, видимо, знает много лайфхаков, как добиться того, кого хочешь. Для какого-то собственного счастья обязательно нужно быть чуть-чуть эгоисткой. Это прямо обязательно. Если что-то твое, то это от тебя никогда не уйдет. Видимо, встретив Яниса, Анна поняла, это любовь. И бросилась навстречу своему счастью. Позже выяснилось, дома в Латвии Тиму ждет не только жена, но и ребенок. Супруга баскетболиста Санна Тима заявила на весь мир. Ее мужа из семьи увела экс-Виагра. Да, он был самым любящим мужем и отцом, которого я только могла представить, пока он не повстречал тебя. Все то, что он делает, происходит из-за того, что ты заставила его сделать это. Санна рассказывает, якобы бывший муж заблокировал ей все карточки и вынуждает подписать документы на развод. Впрочем, сам баскетболист уверяет, с бывшей женой они уже давно не вместе. Именно поэтому, когда он поехал в Москву играть за Химкинский клуб, супруга осталась дома в Латвии. Анна Седокова, разумеется, подтверждает эту версию. Янис приехал в Москву один, он жил в Москве один. В тот момент Янис и его бывшая жена приняли решение расстаться. В этой точке, как правило, сходятся все любовные треугольники. Так называемые разлучницы рассуждают одинаково. Мол, они мужей из семей не уводили, мужья сами ушли. А значит, претензии жены должны предъявлять сами себе, раз не смогли выстроить отношения. Если люди изменяют друг другу, значит, в семье уже есть проблема. Если есть проблема, ее нужно решать. Потому что измена – это всего лишь следствие проблемы, которая есть в семье. С одной стороны, психологи согласны с такой точкой зрения. Измены, да, это частая причина разводов, но на самом деле это уже скорее следствие. А причина всегда в другом. Ее надо искать. Почему вообще это произошло? Зачем кому-то пришлось куда-то идти, что он там нового или она увидели, да, там все то же самое. Диалога нет, диалог не умеют люди строить. А если у человека все хорошо, он не уходит из семьи. Как только у него начинаются какие-то проблемы, соответственно, появляется шанс увезти человека из семьи. С другой стороны, ссоры и бытовые конфликты время от времени бывают в любой семье. И разлучница может просто воспользоваться моментом. Ведь техника угона оказывается элементарная. Легче всего увезти мужчину, когда первое – там, где мужчина не чувствует себя мужчиной. И второе – там, где мужчина слабый сам по себе. По факту, да, каких-то там сверхспособностей, да, не нужно для того, чтобы увезти человека мужчине. Важно чувствовать себя немножко свободным. И это та женщина, которая не пилит, не выносит ему мозг, не смотрит его телефон, не давит. У него просто происходит легкое общение. Что же получается? Любой мужчина в кризисной ситуации превращается в этакого теленка на веревочке, которого легко отвязать и привезти в другой загон. Но можно ли построить крепкие отношения с мужчиной, который однажды уже предал? Почему такие союзы недолговечны и как звездным разлучницам воздается по заслугам? Такую ситуацию, как говорится, нарочно не придумаешь. Ольга Бузова спустя пять лет после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым пересекается с бывшим мужем на одной из фэшн-премий. Телеведущая пользуется шансом и буквально катком проходится по экс-супругу. Один где-то, я тебя не вижу, и слава богу, конечно, но... Оля, он машет, он машет с галерки. Он машет с галерки. Как всегда, он машет с галерки. И вы знаете, если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, а сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную, влиятельную девушку страны, кусает локти и думает, какой же я дурак, как я мог ее... Казалось бы, после расставания прошло столько лет. Бузова за это время стала суперзвездой и должна была бы уже давно забыть о Тарасове. Мне больше не больно, больше не больно. Похоже, ей все еще больно. Ведь мужчина, которого она так любила... Я самая счастливая, у меня любимый муж. Ушел от нее к модели Анастасии Костенко, которая родила ему троих детей. Мы втроем сегодня. Дочка у нас будет. Изначально Тарасов планировал завести детей не с Костенко, а с Бузовой. Он мне бесконечно говорит о том, что он очень хочет детей, и что я буду идеальной мамочкой. Мы не только мечтаем, но и работаем над этим. Ольга пока так и не стала матерью. То ли здоровье не позволило, то ли тяжелый рабочий график. Тарасов, по слухам, начал изменять Бузовой, а вскоре встретил будущую маму своих детей, Анастасию Костенко. Есть такое понятие, как бумеранг. Я считаю, что все в жизни справедливо. И все, как оно случилось, значит, так должно было случиться. Но что, если закон бумеранга сработал и в случае с Ольгой? Ведь ее саму в свое время называли разлучницей. Причем, поговаривают, увела она как раз-таки Тарасова. По слухам, Ольга закрутила роман с футболистом в 2011 году. Вроде бы на тот момент он был женат и имел ребенка. Супруга Оксана Тарасова родила спортсмену дочь Ангелину. Тем не менее, Бузова уверяла, Дмитрий на момент знакомства с ней был уже разведен. Когда я познакомилась с моим мужем, он не жил с женой и был свободным мужчиной. Точно так же, как и я. Тем не менее, по слухам, Оксана Тарасова много лет хранила обиду на Дмитрия и Ольгу. Когда Тарасов в итоге ушел от Бузовой к Костенко, Оксана написала философский пост в Инстаграме о некой высшей справедливости. Когда вы кого-то прощаете, это не значит, что у человека больше нет долгов за произошедшее. Это значит, что его долги вы отписали от себя и передали в коллекторное агентство «Карма». Карма настигла и еще одну звездную угонщицу. В 2016 году у приветливой и милой певицы Пелагеи появилась целая армия недоброжелателей. Причиной тому ее бурный роман с хоккеистом Иваном Телегиным. Планы на Новый год? Отдохнуть. Будете дома? Будем отдыхать. Причем певицу не остановило и то, что ее избранника дома ждала беременная жена, модель Евгения Ноур. Как рассказала девушка в интервью на федеральном канале, всю беременность хоккеист заботился о ней. Но когда она была на девятом месяце, внезапно охладел. После рождения ребенка Евгения поняла, муж от нее уходит. Для меня это было неожиданно. Я вышла с роддома, приехала. Мне просто сказали, что мне нужно подумать. Как сообщают в СМИ, с сыном Марком Телегин общаться не желал, алименты не платил. Зато женился на Пелагее. И вскоре певица родила от него дочь Таисию. Правда, семейное счастье длилось недолго. Через три года грянул развод, который сопровождался разделом имущества, скандалами и даже травлей в СМИ. Прикольца, статья. Заказная статья. С ложными фактами, с клеветой. Зачем меня заказали? Чтобы довести до истерии, чтобы выпить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо. Самое главное, чтобы в разводе участвовали два человека. Так что, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно. Кому понадобилось вмешиваться в процесс, осталось секретом. По слухам, в скандале была замешана новая любовница Телегина, дочь миллионера Мария Гончар. Якобы, именно она стала одной из причин звездного развода. Во августе хоккеист Лавелас женился на Марии. Если мужчина ушел один раз, соответственно, с вероятностью где-то на 90%, тогда он может уйти второй, и третий, и пятый, и десятый раз. Впрочем, бумеранг вроде бы прилетел и к Анастасии Костенко. По слухам, из-за того, что у Дмитрия Тарасова проблемы с финансами, его нынешняя жена вынуждена из собственного кармана давать деньги на дочь футболиста от первого брака. Об этом рассказала адвокат Екатерина Гордон, которая помогала Дмитрию через суд сократить сумму алиментов. Ко мне пришла Костенко беременная, которая сказала, Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Неужели народная мудрость на чужом горе счастье не построишь и впрямь работает? Гарик Харламов, видимо, был уверен, бывают исключения из этого правила. Нужно. Мужчину нужно уводить из семьи. Уводите всех мужиков из семьи. Ну, я имею в виду, если у них нет других женщин. А если есть? Тогда не надо. Нет, но если любовь, если любовь, то только так. Если бы не та самая внезапная любовь, возможно, сейчас Харламов бы до сих пор был счастлив в браке со своей первой женой Юлией Лещенко. Пара рассталась после семи лет отношений. И причиной тому молодая и яркая актриса Кристина Асмус, которая приручила бульдога. Я готова ради любви практически на все. Я смотрю на одну девушку, на Кристину, больше я не вижу никого. Даже вас не вижу в данный момент. Тем не менее, жена Харламова явно не собиралась сдаваться без боя. Она отсудила у бывшего две трети имущества и потребовала признать недействительным брак, который Гарик успел заключить с Асмус, не оформив развод. Пару это не остановило. Брак заключили заново. Вскоре Кристина забеременела. Гарик очень трепетно ко мне относится и очень вокруг меня старается аура такую добрую, позитивную. Тем не менее, брак с Кристиной Асмус продлился столько же, сколько и отношения с Юлией Лещенко. Семь лет. А затем снова развод. Совпадение? Шесть гумеран. Даже если ты построишь счастье на несчастье, тебе в войне втройне вернется, обернется это тебе. Угонщицам рано или поздно приходится платить по счетам. Но что, если некоторым из них клеймо разлучниц и впрямь досталось случайно или даже незаслуженно? Почему в любовных треугольниках обычно виноватыми оказываются дамы, а не мужчина? И можно ли доказать, что он действительно сам ушел? Мы хотели бы, чтобы вы узнали это от нас, не из какой-нибудь желтой прессы. Вот мы, к сожалению, разводимся. В августе 2020-го солист группы «Литл Биг» и его жена, блогерша и певица Ира Смелая, она же татарка, шокирует фанатов грустной новостью. Несмотря на рождение первенца Добрыни, Ира и Илья принимают решение. Они больше не хотят быть вместе. Основная причина, как будто бы постоянные разъезды и тяжелый рабочий график Ильи Прусикина. Отношения на расстояние это полная ***. То бы что ни говорил, это ***. Это невозможно. Пара вроде бы расходится мирно, без обвинений и обид. Однако позже выясняется, в этом расставании, видимо, замешан кое-кто третий, а именно солистка «Литл Биг» Соня Таюрская, с которой Ильич и ездил на гастроли. У нас только ***. Вот эта басня, эта сказка, эти выдумки подписчиков, того, что вот они там ***. Вот у них было то, у них было это. Подожди, ну ты же знаешь, что сейчас они встречаются. Ну это же не встречаются. Ну это же не секрет. Вскоре Ильич и Таюрская перестают скрываться и приезжают на премию Муз-ТВ как пара. Наоборот, легче стало, отпустило, все, все, наконец-то, свобода, можно жить дальше, как мы, собственно, и жили. Бесполезно пытаться объяснять людям, как все было, они сами придумывают, как для них было бы интереснее. А ведь Соня Таюрская и Ира Смелая были чуть ли не лучшими подругами. Мама Таюрской принимала у татарки роды. По иронии судьбы, Соня даже ребенка Иры Смелой и Ильича увидела раньше, чем, собственно, Ильич. Что же получается? Ира не разглядела в подруге соперницу, которая была так близко. Она тебе неприятно? Нет, у меня вообще вот так. Это еще хуже, когда вот так. Между тем, сама Таюрская в интервью Собчак уверяет, ни о каких романтических отношениях с Ильичем во время туров не было и речи. Одногруппника по Little Big девушка считала своим другом. Что же получается? Чувства между коллегами вспыхнули, когда Прусикин ушел из семьи. Мы сами, честно говоря, в шоке. Потому что, наверное, из-за вот этого одиночества, карантин и вот то, что Илья один был, я стала одна. Мы, правда, все жили все вместе. Меня всегда так обижают, что вот я именно Ильича увела. Да не было такого. Правда. Это не правда. Выходит, Соне звание разлучницы досталось по воле случая. И к разводу Ильича и смелой она не имеет отношения. Другой вопрос. А ушел бы Прусикин от жены и грудного ребенка, если бы рядом с ним не было яркой подруги, с которой можно быть не только дома, но и на работе? Впрочем, некоторые жены даже скрывают, что столкнулись со звездной хищницей, которая увела их мужа. Особенно, если важно, сохранить с мужем профессиональные отношения. За все годы в шоу-бизнесе у Ксении Анатольевны было много прозвищ. Но три года назад в ее копилочку добавилось еще одно «разлучница». Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым, который развелся с актрисой Дарьей Мороз. Светские сплетники сопоставили даты и в СМИ запестрели заголовки «Якобы брак актрисы и режиссера дал трещину из-за Собчак». Тем не менее, экс-супруга Богомолова не спешила примерять на себя образ жертвы. Ты все время думаешь, а почему она, а не я? Во-первых, такого не было, потому что, когда мы расходились, еще никакой «аны» не было. И расходились не по причине того, что кто-то к кому-то ушел. Нет. Бывших связывают и профессиональные отношения. Мороз продолжает сниматься в проектах Богомолова и не видит в этом ничего предосудительного. Видите, работаем бесконечно вместе, и вообще все прекрасно. У нас прекрасная дочь, и все живые, веселые, ироничные люди. Высокие отношения. Но что, если Дарьи Морозка как актрисе просто выгодно не раздувать конфликт, даже если он на самом деле был? Супруг Ксении Собчак Максим Виторган, видимо, еще в 2018 году чувствовал неладное и на светских мероприятиях не спускал глаз с жены. Когда муж рядом, проще, то есть он следит за поведением, так не оторвешься. Он всегда за мной следит. Эти кадры сняты в год развода Мороз и Богомолова. На выставку, куда пришли Собчак и Виторган, будто случайно заглядывает любвеобильный режиссер. Неужели отношения Богомолова с Ксенией Анатольевной длятся еще с того времени, а Мороз просто берет ответственность за развод на себя? Когда бы не начались отношения Собчак и Богомолова, ясно одно, Ксения Анатольевна на тот момент была официально замужем за Виторганом и скорее не Собчак уводила Богомолова из семьи, а он ее. Батюшки, а мы про это хотим поговорить? Нет, я не комментирую свою личную жизнь. Скандал тогда приключился знатный. Поговорить с режиссером о личной жизни по слухам решил сам Виторган. В интернете появилось видео, как первый супруг Собчак якобы избивает Богомолова. Режиссеру после разборок даже понадобилась помощь врачей. Прекрасный врач, спасибо Ире Апексимовой, собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние. Как показало время, основания для конфликта между мужчинами были. Слухи о романе Собчак с Богомоловым оказались правдой. В итоге телеведущая развелась с Виторганом и вышла замуж за режиссера. Почему чувства между людьми, которые когда-то были влюблены друг в друга, внезапно остывают? И чего не хватает в жизни тем, кто меняет партнеров как перчатки? Образ главного холостяка российской эстрады Тимоти построил еще в начале своей карьеры и оберегает его до сих пор. А между тем у мистера Блэкстара был шанс построить семью. В 2014 году модель Алена Шишкова рождает рэперу-дочь Алису. Казалось бы, отношения Тимоти и Алены должны были стать только крепче. У него был большой выбор девушек и большой экспириенс с девушками. И если он остановился на ней, значит, он точно проанализировал и понял, какая мама его ребенку нужна. Между тем, по слухам, Тимоти на тот момент уже вовсю ухаживал за другой красоткой. Шишкова рассказывает в сторис, когда она была в положении, Тимоти закрутил роман с Анастасией Решетовой. Правда, что Настя не виновата в вашем расставании с Тимоти. Они уже летали вместе, когда я была беременна. А в целом, да, она не виновата. Я могу очки с ней, чтобы вы смотрели мои бесстыжие глаза сегодня. На Решетову тут же посыпались обвинения от хейтеров. Мол, это из-за нее дочь Тимоти растет в неполной семье. Ты же не можешь людей заставить перестать тебя ненавидеть или завидовать тебе. В мою сторону постоянно идет очень много негатива. Я не могу сказать, что он заслужен. В итоге Решетова попадает в ту же ситуацию, что и Шишкова. В 2019-м Настя рожает Тимоти сына, но рэпер неожиданно разрывает отношения и с ней. В таких случаях фанаты, зная о влюбчивости Юнусова, начинают уже по традиции искать ту, на кого мистер Блэк Стар променял экс-подружку. И если находят, очередная девушка Тимоти становится мишенью для хейта. Все обвиняют женщин, потому что это обычный стереотип, связанный с советским мышлением. То есть, как нас в детстве воспитывали, ты девочка, ты должна вот это, вот это, и, соответственно, девочка вырастает, она понимает, что она должна борщ, суп, салат готовить, убирать, стирать. Если происходит развод, соответственно, это она виновата, невкусно не приготовила борщ, или у нее было грязно в квартире, или не родила сына. Сначала Решетову обвиняли в том, что она угнала Тимоти у Шишковой, затем в том, что не смогла сохранить чувства и укрепить семью после рождения малыша. Между тем, к Тимоти у поклонников претензий, в общем-то, и нет. Но кто на самом деле виноват в том, что личная жизнь у Тимура Эльдаровича не складывается? Девушки? Или ветреный характер самого рэпера? Он же не выбирает себе жену, он выбирает себе ту женщину, которая ему, опять же, интересна будет какой-то короткий промежуток времени. У него огромное количество денег, огромное количество связей и в целом, в общем, у него уже два ребенка по свету бегают. Да может он себе позволить побыть один или может себе позволить завести полигамные отношения? Да может. Мешает ли это ему? Я не думаю. И если ему будет это когда-нибудь мешать, поверьте мне, уж точно Тимоти способ разобраться найдет. Впрочем, ветреным характером в шоу-бизнесе славятся не только мужчины. Некоторые дамы заводят романы с женатиками просто из спортивного интереса. Когда я встречаюсь с мужчиной, вы знаете, я не прошу его показать паспорт. Это было бы абсурдом. Ксения Собчак до сих пор не может простить Анастасии Волочковой давнюю обиду. По слухам, балерина переманила у нее бизнесмена Вячеслава Лейбмана, за которого блондинка в шоколаде собиралась замуж. Волочкова оправдывается. Мол, кавалеров она не уводит, они сами к ней приходят, а балерина и не собирается гнать их с порога. Ну а что, я женщина, которой мужчины посвящают внимание свою и любовь, разве это плохо? При этом балерина, видимо, не задумывается о том, что ее ухажер может оказаться чим-то женихом или мужем. Вот Волочкова отдыхает на даче у неких знакомых и делится с подписчиками кадрами. Три, четыре, люди, я первый раз в жизни это делаю. Балерина хвалится, мол, друзья ей подарили обруч, однако спустя некоторое время выясняется, что принадлежит он другой женщине. Это мой обруч, он мне его покупал и моя теплица. В сети некая дама возмущается. Она якобы поссорилась с мужем, а затем обнаружила, что в ее доме хозяйничает Волочкова, судя по кадрам на страничке балерины. Волочкова была в пятницу с моим гражданским мужем у нас на даче и третий день постит фотки у себя в инсте. Я в шоке! В качестве доказательства женщина даже выкладывает фотографию той самой теплицы из личного архива. Вот она слева. А на фото справа рядом с теми же грядками уже сидит прима-балерина. Волочкова вину отрицает, говорит, что приехала к мужчине, чтобы обсудить важный проект. Когда на горизонте появляется Волочкова рядом с мужчиной, вырисовываются какие-то тети, бывшие жены, тещи, сестры, любовницы. И что они тебе делают? Мне они не делают ничего. Они начинают наезжать на тех мужчин, которые появляются уже рядом со мной. Они твои шпагаты видели? Да, естественно. Эти тети-то, они думали, что их мужчина, который там от них ушел, что он будет где-то на помойке или с какой-нибудь там кошелкой, а тут нифига себе, Анастасия Волочкова! Впрочем, на долговечные отношения в таком случае любвеобильной балерине рассчитывать не приходится. Еще недавно Анастасия Волочкова и ее новый кавалер Банщик Сергей снимали совместные видео на Мальдивах. Настин фирменный шпагат. Но по возвращению на родину курортный роман подошел к концу. Сергей принял решение закончить отношения с балериной. Да, мы действительно расстались. Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаюсь. Не знаю, нормальные люди после таких вещей извиняются. Либо молчат. Строите себя жертву. Просто смешно. В чем провинилась перед женихом Анастасия, не ясно. Впрочем, сама балерина утверждает, Сергей просто хотел погреться в лучах ее славы. Люди, когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с большой буквы, правда удалявшего все наши совместные фото из его инстаграм, кроме пиара ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние. Но Анастя вряд ли долго будет убиваться по возлюбленному. Скорее всего, не пройдет и недели, как в ее жизни появится новый мужчина. Для меня это норма. Я не могу быть одна. И у меня всегда есть человек, с которым я засыпаю, просыпаюсь в одной постели. Для людей, которые постоянно ищут партнеров, имеют их как перчатки, это страхи, внутренние страхи людей быть с кем-то. То есть человек, когда брак, это опасно. Встречается с мужчиной, но вот пока он ее боготворит, носит на руках, любит, целует, как только она чувствует некую холодность, она сразу запрягается на поиски нового. Впрочем, многие звезды вовсе не собираются решать свои психологические проблемы. Более того, измены, предательства артисты теперь не скрывают, а наоборот выставляют на показ и монетизируют. Как селебы строят карьеры на разводах и тайных романах. Скандальный развод, тайный роман на стороне, происки коварной разлучницы. Все это не просто грустная страница в отношениях, но и прекрасный инфоповод с точки зрения пиара. Личная жизнь всегда интересна для всех. Все любят подглядывать, подсматривать, особенно, когда это личная жизнь известных людей. И пиарщики, и звезды тоже это прекрасно понимают. Для того, чтобы быть известным, человеком в шоу-бизнесе, необходимо постоянно генерить инфоповоды о себе. Нужны постоянно новые события в твоей жизни. И Алана Мамаева, Ольга Бузова, мне кажется, что они идут именно по этому пути. И, конечно, для того, чтобы их не забывали, необходимо постоянно при случае комментировать свою личную жизнь. Алана Мамаева и впрямь набрала тысячи подписчиков и на своей страничке то и дело поднимает тему отношений с бывшим. Умные девушки знают, статус брошенной экс-жены помогает построить карьеру даже лучше, чем статус звездной жены. Жизнь после развода точно существует. А вот какая, это в руках ваших. Юлия Барановская, бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, после развода свой выбор сделала. Из-за разлучницы журналистки Алисы Казьминой девушка осталась без мужа с тремя детьми на руках. На волне хайпа после развода Барановская начинает строить телевизионную карьеру. Пока еще рано говорить, я, конечно, стараюсь, а там посмотрим. Девушка выпускает собственную книгу с мотивирующим названием «Все к лучшему, проверено мной» и собирает на презентации десятки брошенных и одиноких женщин. Я просто с уважением отношусь к тому, что у меня было, это большой кусок моей жизни. В итоге Барановская становится чуть ли не главным экспертом страны по вопросам семейных отношений. Именно ее приглашают стать ведущей программы «Мужское-женское» на центральном телеканале. Добрый день! К сожалению, после расставания многие теряют свое лицо. Что мы только не видели в этой студии. Известной Юлия Барановская действительно стала благодаря разводу с известным футболистом Аршавиным. Однако популярность она приобрела при помощи работы на федеральном канале. Юлия Барановская пример трудолюбия и пример того, как единожды использовав инфоповод, можно построить себе карьеру. Кто знает, как бы сложилась профессиональная жизнь Барановской, если бы Аршавина никто не увел и развода бы не было. Мое сердце пока занято только детьми и работой. Казалось бы, после такого телеведущая на веки вечные будет считаться председателем клуба бывших жен. Как бы не так, по слухам, Юлия Барановская из команды пострадавших перешла в команду нападающих и закрутила роман с Григорием Лепсом. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем. Ну, давай. С Барановской. О тайном романе Барановской и Лепса проболталась Ксения Собчак в эфире Центрального телеканала. Поговаривают, этот фрагмент в итоге из программы вырезали. Но, как говорится, интернет помнит все. Другой вопрос, если этот эпизод попросили убрать, получается, нет дыма без огня. Я вообще считаю, что запрещать себе ничего не нужно, особенно вот в этом году, который наступил. Год любви. Неужели именно Барановская стала причиной внезапного развода Григория с женой Анной Шаплыковой, с которой певец прожил 20 лет? А ведь когда-то Юлия даже гостила у звездной семьи и сидела за одним столом с супругой и детьми Лепса. Давайте знакомиться. Меня зовут Юля. Я Ева. Очень приятно. Я Ваня. И Коль. Очень приятно с вами познакомиться. А это Анна, супруга Григория Викторовича Лепса. Лепса Барановская иногда появляются на одних и тех же светских мероприятиях. Недавно их видели на открытии ресторана Эмина Агаларова. Но Юлия и Григорий держатся порознь. Да и сама телеведущая уверяет, ее сердце по-прежнему свободно. Когда я говорю, что нет времени на личную жизнь, значит, я не вижу объекта для этой личной жизни. Как только он появится, у меня, конечно, найдется на него времени в предостаточном количестве. То ли Собчак неудачно пошутила, то ли это спланированный пиар. Впрочем, хайповать на отношениях и расставаниях куда лучше, чем артисты старой школы, умеют зумеры. Пример тому тиктокер Даня Милохин и фигуристка Женя Медведева. Во время участия в ледовом шоу в эфире центрального телеканала Даня и Женя постепенно подогревали интерес к своему тандему. Совместные тиктоки поцелуи на льду. Сначала за ширмой, потом через маску, а в финале проекта и без нее. Поклонники решили у ребят отношения. И тут же армия хейтеров ополчилась против Медведевой. Мол, именно она виновата в том, что Милохин расстался с прежней подружкой тиктокершей Юлией Гаврилиной. А как же Юля? Для него и Женя любовь, а для Юлии и меня боль. Юля якобы грустит, постит печальные видео. Вот и все. Неплохая получилась история. Милохин и Медведева свои отношения не подтверждают и не опровергают. Да и зачем, когда число комментариев и подписчиков растет? На программе у Ивана Урганта в эфире центрального телеканала Даня и Женя признаются поцелуй был срежиссирован. Илья Вербух Держал в плену, пока не кончился проект. И такой прям, и такой... Ну да, он нас заставил. Заставлял вас целоваться. Да, он заставлял нас целоваться. В итоге они так и не сказали, встречаются или нет. Даня на подобные вопросы вообще отвечает очень странно. Кто заявляет, что они с Женей лучшие друзья? Ну вы друзья? Или что-то больше? Ну мы друзья, сто процентов, конечно. Мы друзья. Я думал. Кто рассказывает, что между ними все-таки любовь платоническая. Что между тобой? Женя, у нас любовь. Но эта любовь все равно не... Нет. Любовь такая. Какая-то человеческая. Не знаю. Если вы посмотрите на исход этого, ребята разве сейчас ходят по ресторанам под ручку? Их ловят папарацци и фотографируют вместе? Нет. Это означает, что это была взаимная симпатия и не более. Либо все-таки это была хорошо выстроенная пиар-кампания для победы в шоу. Проект закончился, а парочки почти ничего не слышно. Роковых разлучниц проклинают. Им твердят, счастье нельзя построить на чужом несчастье. Впрочем, для некоторых ветреных красавиц в коротких мгновениях любви и заключается смысл жизни. Проигравшими в этой войне, кажется, выходят только бывшие жены. Однако и они, усвоив законы шоу-бизнеса, начинают жить по принципу «не повезло в любви, повезет в карьере». А значит, в жестоком мире звезд, где романы, свадьбы и разводы становятся капиталом, криминальным может быть лишь одно – не измена и происки угонщицы, а не умение хайпануть на скандале. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok